Всем приветик! Следующий год у нас год бэкапа, поэтому ловите вот такого мультяшного бычка из серии Друзей Буси. И как фон я взяла вот такой красивый голубой оттенок. Я уже не первый раз вам его показываю. Один из моих любимых голубых оттенков. Нанесла его как основной фон. Дальше я взяла белый гель-лак и с помощью дотса рисую кругляшку. Ну, как видите, все эти персонажи из этой серии у меня рисуются похожим образом и нарисовать может даже абсолютный новичок, потому что я стараюсь показывать самый простой способ. И я нарисовала такой не очень ровный кружочек, как видите, расширяющийся к низу, добавила ножки, ручки и торчащие ушко. Дальше с помощью светло-розового оттенка я добавила нос, который на половину этого бычка чем-то похожий на малышариков эти персонажи. Поэтому здесь все такое крупное. Голова и ножки с ручками. Добавила пятнышки вот таким коричнево-серым оттенком. Затем смешала розовый и коричнево-серый, которым рисовала пятнышки, нарисовала вот такие капли на носу, которые имитируют дырочки у бычка. Высушила их в лампе, дальше взяла белый и нарисовала будущий пушок для колбака новогоднего. Колбак новогодний я рекомендую рисовать максимально ярким красным, потому что мы его еще будем затемнять в дальнейшем складочками. И он может просто потеряться за счет разводиков. Дальше вы это увидите. И я вам как раз рекомендую брать прям самый максимально яркий цвет. Либо если у вас такого нету, то вы можете добавить в него, например, немножечко оранжевого неона. Как видите, я добавила небольшие яркие пятнышки на мордочку, чтобы создать румянец. Добавила черным гель-лаком полоски на колбак и растушевываю с помощью жидкого топа с липким слоем. Топ с липким слоем лучше ведет себя в растушевке, поэтому именно им. Нарисовала черным гель-лаком один рог, потому что второй у нас как бы под колбаком и палочку для бенгальского огонька. Дальше мы в рог добавляем серебряный глиттер, можно и золотой, в принципе, как захотите. И для того, чтобы сделать бенгальский огонек, ну, либо здесь волшебная палочка, как хотите, можете считать, я решила добавить вот такой вот блестящий глиттерный гель-лак. Поставила каплю и немножечко растушевала, чтобы блестки разлетались в разные стороны. Дальше затемнила немножко мех у колпака таким же образом, ну, просто немножко меньше черного взяла. И прорисовываю ушко. Можно было сделать это и сразу, конечно, но я про него чуть не забыла, поэтому прорисовала сейчас. Высушила в лампе одну минуту и перекрываю матовым топом. Также сушу в лампе, после чего мы ставим глазки с помощью гель-краски без липкого слоя. Она отлично носится поверх матового топа, я уже давно так делаю. И дальше я добавляю объем в мордочку. Это делать, конечно же, по желанию, но так как мы здесь почти ничего не прорисовывали, лучше объем будет все-таки добавить. Я для этого использую супер густой топ без липкого слоя. Чем гуще топ, тем лучше. И лучше, чтобы он был без липкого слоя, потому что таким образом объем получается более четкий. У меня топ от Эль Лаурель, я его ранее здесь в видео показала. Можете вернуться и заскринить, так же, как и все остальные материалы. А у меня на этом все. Если вам понравился мастер-класс, оставьте любой комментарий, хотя бы смайлик. И, конечно же, поставьте лайк. Пока-пока!